привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня я покажу как домашних условиях осветлить кожу лица как напитать дряблую вядающую кожу как сделать кожу увлажненной маска универсальная подходит для всех типов кожи эффект после всего лишь одной маски вы заметите сразу так что видео будет полезным информативным устраивайтесь поудобнее и всем приятного просмотра и давайте приступим для приготовления этой маски нам понадобится одна таблетка аспирина аспирин можно взять любой этот ацетилсалициловая кислота можно заменить аспирин на янтарную кислоту тоже эффект будет очень хорошим растворяем таблетку одной ложкой обычной кипяченой воды таблетка аспирина хорошо растворяется если же у вас таблетка плохо растворяется предварительно нужно размять ее в порошочек и залить 1 столовой ложкой воды следующим очень важным ингредиентом для приготовления этой маски я добавляю дрожжи дрожжи очень хорошо влияют на обменные процессы в эпидермисе кожи дрожжи можно использовать как вот такие сухие быстрые дрожжи как у меня также можно использовать дрожжи в брикетах добавляю одну столовую ложку дрожжей без горки можно даже чуть поменьше в тот состав который приготовили растворили аспирин и хорошо все перемешиваю после добавления каждого ингредиента не забывайте все хорошо перемешивать от правильности приготовления зависит и эффективность тех масок которые вы делаете домашних условиях следующим очень важным ингредиентом для приготовления этой маски является сок лимона сок лимона можно использовать как от свежевыжатого лимона одну столовую ложку также можно использовать и концентрат вот такой как у меня добавляю одну столовую ложку сока лимона и также все хорошо перемешиваю для того чтобы маска питала и одновременно осветляла кожу в эту маску обязательно нужно добавить одну столовую ложку риса либо рисовой муки я использовать люблю в масках как рисовую муку так и обычные отваренные рис отварной можно отварить рис на воде слегка и нужно хорошо размять рис после того как рис размяли добавляю одну ложку риса в эту маску и также все хорошо перемешиваю рис очень хорошо питает кожу очень хорошо осветляет кожу и конечно секрет омоложения и молодой красивой кожи японок я уверена вам хорошо известен и я также очень люблю использовать рис в этих домашних масках для того чтобы эта маска хорошо смягчала кожу нужно добавить 35 капель витамина е витамин е очень хорошо уплотняет кожу на возрастную кожу очень хорошо влияет витамин е делает кожу лица упругой витамин е можно использовать как в таблетках в капсулах так и в жидком виде если у вас есть капсулы аевита можно использовать также и их также их я добавляю 5 капель витамина е 5 капель витамина е 1 2 3 4 5 и все хорошо перемешиваю маску эту лучше всего использовать для ухода за кожей лица в вечернее время эта маска очень хорошо осветляет кожу лица очень хорошо омолаживает маску нужно наносить на очищенную распаренную кожу лица наносить нужно по кожным массажным линиям так Субтитры создавал DimaTorzok 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 И также после того, как смыли эту маску теплой водой, ополосните кожу лица прохладной водой Затем нанесите легкий увлажняющий или питательный крем Маску эту можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней Использовать эту маску нужно 2-3 раза в неделю Маска эта используется по мере необходимости Не обязательно использовать ее курсом Как только заметили, что кожа ваша потеряла упругость Стала вялой или потеряла свой цвет Хочется оживить кожу лица, сделать ее более яркой Обязательно прибегайте к применению этой маски Обязательно поделитесь этим видео со своими мамами, друзьями, подругами Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях А с вами была Оксана Я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok